Я возвращаюсь после 5-месячного перерыва, и я постараюсь как можно быстрее вернуть форму, но и при этом хорошо добавить в объемах. Все это займет примерно год. Я очень постараюсь выступить и дебючировать на своем первом про-турнире через год. Бодибилдинг для меня уже не просто хобби, это для меня работа, это часть жизни, я отношусь к этому очень ответственно. Я четко знаю, кем я хочу быть, что мне нужно, как я этого добьюсь, и я четко знаю, по какому пути я буду двигаться. Поэтому тренировки год за годом, чтобы достигнуть цели. Сейчас моя главная цель – это квалификация на Мистер Олимпия, выступить на самом крутом турнире в мире, где выступал Самар Нольд Шварценеггер. И у меня есть все для этого. У меня есть специалисты, которые помогут мне в достижении моего пути. Сейчас первоочередная цель – это вернуть форму и дебютировать через год на про-турнире. После последней поездки в Тунис, где я крайний раз выступал на соревнованиях, я понял для себя, что если ты действительно в себя веришь, если выкладываешься на максимум, даешься полностью любимому делу, действительно возможно все. У меня было очень много преград на пути получения про-карты, но все-таки этого достиг, и в относительно молодом возрасте я считаю, что у меня есть хорошие перспективы для того, чтобы достичь той самой цели, которой я иду с самого начала, с самого начала своей карьеры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я вышел для себя на новый уровень, пробил тот потолок, к которому он долго шел. На самом деле моя цель изначально, как я начал заниматься бодибилдингом, это цель мистера Олимпи. То есть для меня это самая высокая гора, самый высокий потолок, к которому я хочу забраться. Нужно ставить для себя самые высокие цели и идти к ним, вот несмотря ни на что. Поэтому я ставлю для себя новую цель, то есть это не просто попасть, ну, конечно же, все упирается в визу. Я сделал ровно 50% того, что нужно, чтобы попасть на Олимпию, нужно еще сделать визу. Чем я сейчас, собственно, и займусь. У меня есть люди, которые меня об этом вопросу ведут. И у меня есть целых 4 или 5 месяцев, чтобы получить визу. Будет ли это одна попытка или две или три, не знаю. Но однозначно я сделаю все возможное, чтобы попасть на Олимпию. Недавно у нас прошло интервью с американским офицером, с американским посолом. Ну, в общем, у нас отказ, вообще как-то неожиданно. Друзья, всем привет. Ну, теперь без вариантов едем на Олимпию. Блин, я уже немножко остыл, пока шел, но такие эмоции я испытал, просто не представляете. Вывод такой, что никогда не сдавайтесь. Можно все сделать при желании, при полной самоотдаче. Если вы действительно хотите чего-то достичь, значит, тут просто нужно работать. Даже если у вас не получилось раз, два, три, все равно не сдавайтесь. Потому что все реально, все реально. Если вы действительно к этому идете, и эта цель ваша в жизни, в спорте, в карьере и так далее. Вот, сейчас уже можно просто готовиться без каких-либо мыслей и делать историю. КОНЕЦ Хочешь выиграть? Давай-давай, работай, чувак. Мы соревнуемся сами с собой, чтобы завтра быть лучше, чем сегодня. Все должно быть сбалансировано. То есть мы здесь работаем только на одно целое, на достижение результата. А сейчас хочется сделать и качество, и объем. Мы выигрываем здесь. Понимаете? Там, как пойдет. Мы здесь сегодня выиграем. 5, 6, come on, come on. 7, 3. Русские классические физические сенсации. Он квалифицирован для Олимпиад. И он к вам придет. Я думаю, ты впечатлишь немного. Вот. Только вперед, не сдавай. Все, на место. Ты требуешь от себя того, что должен требовать атлет в году на пятом, шестом профессиональной карьеры. А ты это хочешь уже сейчас, с самого начала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, всем привет. Ну что я в Орландо нахожусь в спортсмале Кисми-джим, где тренируются сейчас все олимпийцы. Полный зал народу. Все что-то снимают, готовятся, проводят форму. В общем, легендарное место. Очень много топовых спортсменов уже встретил. И, блин, движуха невероятная на самом деле. Поэтому тут не заскучаешь. Ближайшую неделю я буду здесь. Еще пару тренировок осталось до Олимпии. И все, в принципе. Уже день икс совсем близко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok